Скутер представляет собой довольно мобильную технику, позволяющую пользователю быстро добраться из одной точки в другую. Его простота и доступность сделали скутер основным средством передвижения у некоторой категории лиц, таких как студенты, школьники. Еще недавно для вождения скутера не требовалось специальных прав и не стояло никаких ограничений. Теперь все кардинально изменилось. Водительское удостоверение на управление малокубатурной техникой просто необходимо. Как вы считаете, нужны ли права на скутеры, на мопеды, на такой вид транспорта? Конечно нужны. Что это даст? Даст правила движения, чтобы узнавали, как надо ездить. Потому что 17-18 летние ездят дети, для этого и нужно, чтобы знали правила уличного движения, поменьше будет аварий. Хотя бы, хоть они и так и носятся, но все равно. Нужны обязательно и для взрослых, и для детей. Такие ребятишки катаются, что у них ни ума, ни фантазии, могут куда хочешь влететь. Ну, во-первых, он изучает правила дорожного движения, потом, как правильно пешеход, нужно людей пропускать. А раз знает правила, то можно свободно садиться за руль. Данное изменение было внесено в правила дорожного движения в прошлом году. С назначенной даты водители мопедов и скутеров обязаны иметь при себе водительское удостоверение. С 15 ноября 2014 года в законодательство внесены изменения, которые касаются таких транспортных средств, как мопеды и скутеры. В настоящее время мопеды относятся к полноценным транспортным средствам. Ответственность за правонарушения, совершенные водителями мопедов и скутеров, теперь приравнивается к ответственности, которую совершают водители других транспортных средств. За управление транспортным средством водителя, не имеющего прав, за исключением учебной езды, накажут рублем. За управление мопедом без соответствующей категории налагается административный штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Соответственно, если транспортное средство принадлежит другому человеку, то на собственника накладывается административный штраф за передачу управления лицу, не имеющему права управления. И такой штраф составляет 30 тысяч рублей. Для управления мопедами и скутерами подойдут не только права категории М. Федеральный закон о безопасности дорожного движения разрешает управление этими транспортными средствами при любой открытой категории прав. Например, если у вас есть водительское удостоверение категории Б, то оно вполне подойдет для управления скутером. Если есть вышестоящая категория, категория А, категория Б, то человек имеет право автоматически управлять скутером. Если человек в настоящее время обучается и хочет открыть категорию М, тогда, соответственно, при получении медицинской справки водительской, ему необходимо в этой справке указать, что этот человек вводен к управлению транспортными средствами, подпадающими под категорию М. И тогда, если человек выучился на категорию Б, на категорию А, ему автоматически в новом водительском удостоверении открывается категория М. Впрочем, с получением категории М пока возникают проблемы. Остается один выход. Необходимо выучиться на категорию А. С вступлением в силу нового закона многие задаются вопросом, какова процедура получения прав на скутер. Главное условие – соискателю должно исполниться 16 полных лет. Ко всему вышесказанному стоит добавить – к мопедам приравниваются квадроциклы, имеющие аналогичные технические характеристики. Светлана Даровских, Варвара Павлова, для рубрики «В рамках закона». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова